Коли незрозуміли обставини заганяють у глухий кут. Забирай своего Тараса и катись отсюда! Коли навіть близькі тобі не вірять. Так вы уволен, Ири. Далеке минуле наполегливо нагадує про себя. Я не могу оперировать, у меня руки трясутся! Да что я такого сделала? А семейное життя стренько котится уприрок. Ну что, признавайся, было? Ирина Скитович проходила стажування на новій роботі. Перед прийняттям на посаду директор доручив жінці провести презентацію нового проекту для потенційних клієнтів фірмы. Главное, не волнуйтесь, все будет хорошо. Все в порядке. Ребенок у бабушки, муж в Германии. Я подготовилась, не беспокойтесь. Ну, за Богом. Секундочку. Алло, Вера Федоровна? Немедленно приезжай. Что с Тарасиком? Алло, алло. Секунду, Раджи. Сейчас, одну минуточку. Сергей Анатольевич, извините. Ирина, вы куда, Ирина? Эту презентацию проведу я, как руководитель компании. Я очень перепугалась за Тараса. Вера Федоровна ничего толком не объяснила. Просто сказала срочно приехать, и я не раздумывая сделала так, как бы поступила каждая мать на моем месте. Вера Федоровна. Блин. О чем я только не думала, пока ехала к ним. Но самое ужасное, что все это время свекровь упорно игнорировала все мои звонки. И это меня еще больше пугало. Уже за две години схвильована жінка была в местечку, где жила свекруха. Вера Федоровна! Вера Федоровна! Тарасик! Я звоню, почему вы не отвечаете? Почему вы молчите? Я вам звоню, вы не отвечаете. У меня работа сорвалась. Вера Федоровна, чего вы молчите? Почему вы молчите? Забирай своего Тараса и катись отсюда. И чтоб духу твоего здесь не было. Иди в машину, пойдите. И дорогу забудь сюда, поняла? Вера Федоровна, ну объясните, что случилось. Я имею права знать. Сейчас собаку спущу. Пошла вон. Я тогда была просто в шоке. Что случилось с Верой Федоровной? Она никогда себя так не вела. Ведь свекровь безумно любила Тараса. Прощала ему многие шалости. Мы с Сеней даже упрекали ее за то, что она балует ребенка. А тут такое. Ирина ніяк не могла сбагнути, что случилось. Тому зателефонувала человеку. Тарас, пристегнись, сейчас поедем. Тарас! Я хотела узнать у Сеньки. Может, он был в курсе того, что происходило. Но муж всегда отключал телефон за границей, чтобы не платить за роуминг. Мне ничего не оставалось делать, как ждать его возвращения. Ирина Валерьевна, вы нанесли компании непоправимый ущерб. Я еле уговорил клиентов, что они имеют дело с адекватными людьми. Но это был первый и последний раз. Больше такого не повторили. Вот именно не повторится. Вы уволены, Ирина. Как? Приказ я подписал. Но это же были семейные обстоятельства. Разговор кончен. Нам нужны профессионалы, которые могут все свои домашние дела оставлять дома. Всего доброго. Я вам желаю успехов. До свидания. Мне было очень обидно. Три месяца я пахала, как проклятая, за копейки на испытательном сроке. И на тебе. О такой работе я могла уже больше не мечтать. У поганому настрою жінка пришла додому. Але там на ней чекало новое сборненье. Солнышко, а что случилось? Папа со мной не захотел играть, а я по нему заскучился. А где папа? Не знаю. Собрал сумки и уехал. В тот момент мне показалось, что я начинаю сходить с ума. Как будто бы какая-то игра, правил которой я не понимала. Ирина ничего не понимала. Поведенка свекрухи та чоловіка не вкладалася ни в які межі. Немедленно освободи квартиру. Такой подлости я не ожидал. Я не могу жить с такой лживой женщиной, как ты. Оставь ключи от машины и техпаспорт. Арсений. Ладно, свекровь, что с чоловека взять в ее возрасте. Но Сеня, врач, неужели он тоже сошел с ума? Я не знала, что мне делать. Может, взбесился, с работы выгнали. Мы с Тарасиком оказались на улице. Наступного дня Ирина вырешила піти до чоловіка на роботу. Вона мала намір отримати від нього переконливі пояснення. Не берет. Ну я-то що могу зробити? Хорошо. Добрый день. Девушка, не подскажете, где Арсений Сергеевич? Якщо ще кто-то у мене сьогодні спросят про Арсений Сергеевича, я застрелюся. А що случилось? Пропало. Як пропало? Обыкновенно. С утра бил, сейчас нет. А у него операция. Пациент на столе под анестезией. Тоді, извините, регістратура, понятия не маю. Извините. Тоді Ірина вирішила сама пошукати чоловіка у приміщеннях лікарні. Здравствуйте, Леонід. Здравствуйте. Возможно, ви мене не помните, я супруга Сеню. Да-да, как же, імя не припомінаю. Ірина, скажіть, ви Сеню не видели? Знаєте що? Якщо ви Сеню увидите, передавайте от мене більшущий привет. А якщо б не я сейчас, человек на операционному столі. Может, с ним что-то случилось? А мне зде я с ним случилась. Забыл, що він хірург, а не істеричка. У мене операция, извините. Верх безответственности. Я була дивлена тем, що Сеня куда-то пропал. Він висококласний хірург, відповідальний. Він никогда себе такого не позволял. Він висококласний хірург. Так і не почувши чіткого пояснення від Арсенія, Ірина звернулася по допомогу до своєї подруги Світлани. Яка вкотре порадила їй не коритись обставинам, а навпаки знову про все розпитати Свикруху. Дослухавшись поради подруги, Ірина таки переступила через себе та знову поїхала до Свикруху. Вера Федоровна! Вера Федоровна! Я була настроена решительно, поэтому Свикрові все равно не удалось би спрятатися от мене за забором. Она должна була мене все объяснить. На поди Вірини цього разу Вера Федоровна пустила її у свій будинок. Але не для того, щоб вибачитись, а лише, щоб остаточно приголомшити. На, читай, раз приїхала. Що це? Плохо видно. А ти почитай, почитай, все поймеш. Уважаємая Вера Федоровна, вашого сына бесстыдно обманывает ваша невестка Ірина. Восемь лет назад она встречалась со своим сокурсником Владом и забеременела от него. Да это чушь какая-то! Тогда она окрутила вашего Сеню. Вера Федоровна, это бред просто! Вы в это верите? Бред! А это ты видела? Ирина Скитович, 2003 год? Не понимаю. Тоді свикруха нагадала невестці, що перед тим, як побратися з Іриною, її сын Арсений був у довготривалому відрядженні. Да вы что, с ума сошли? Да это просто чья-то злая шутка! Как вы можете в это верить? Завралась ты, Ирка. Вот что, нам такая невестка не нужна. Так, значит, это вы Сеню накрутили, да, против меня? Так что он даже со мной говорить не хочет. А ты что думала, что я тебя покрывать буду? Да... Все, разговор окончен. Ты все знаешь, теперь выметайся. Это я забираю с собой. У меня земля ушла из-под ног. Какая-то дрянь написала писульку, и все ей поверили. Даже Сеня! Больше всего в этот момент я рассердилась на мужа. Такое недоверие было очень оскорбительным. Но это фотка УЗИ. Откуда она взялась? Я ничего не понимала. Ирина все расповела Светлане. Слушай, ну откуда эта сволочь могла узнать про Влада? Влад? Ирка, я же его на днях видела. Он только из Киева вернулся договор подписывать. Сказал, что мебелью занимается. Ты видела Влада? Ну да. Он еще о тебе спрашивал. Слушай, а что если это он все построил, чтобы тебе насолить? За что? Ну ведь было за что. Может не забыл? А где ты его видела? Надо было мне с ним поговорить. Он мне визитку оставил. Сейчас. Кстати, для тебя. Вот, возьми. Позвонишь ему. Может, это он? Может, кто знает. Сначала я и мысли допустить не могла, что Влад вообще способен на такое. Но кроме него больше было некому. И я была уверена, что все это не случайно. Сначала появление Влада в городе, а потом все эти неприятности. Наступного дня Ирина призначила Владу визустречу. Привет, Ирка. Привет. Рад тебя видеть. Ты все не изменилась. Такая же красивая. А я вот все один. Бывает. А ты? Может, тоже одна. Так если что, я обиду не держу. Можно вспомнить былое. Слышишь, ты не обидчива. А то ты не знаешь, одна я или нет. Зачем ты эту комедию с письмами устроил? Зачем ты через столько лет мстить, Влад? Не понял. Хорошее начало. Какие письма? Слушай, не притворяйся, хорошо? Письма, которые ты писал в моей свекрови. Я все знаю, Влад. Зачем ты это делаешь? Зачем ты пишешь, что я была беременна, а тебя до свадьбы с Сенькой? Ты шутишь? Похоже. Я же сам тогда уехал, чтобы глупости не наделать. Чтобы вашему счастью не мешать. Слушай, прости меня. У меня просто в жизни сейчас полная задница. Меня заносит. Я запуталась. Ты же знаешь, я всегда готов помочь. Слушай, у тебя моя визитка есть? Там адрес записан. Или лучше позвони мне, хорошо? Обязательно поговори. Ну, звони. Мне просто пора бежать. Когда-то нас было три подружки. Я, Света и Катя. Так получилось, что Сеня бросил Катю, а я ушла от Влада. Влад тяжело переживал, и поэтому уехал. А я с Катей поссорилась и не знала, где она. Пояснение Влада переконала Ирину, и женщина снова опинилась в глухом куте. Бо не знала, как довести свекруси и человеку, что это был чей-то злый жерт. Зачем я должна кому-то что-то доказывать, если я права на сто процентов? Так не доказывай. Зато будешь сидеть одна, с ребенком на шее. Зато все справедливое и гордое. Ты этого хочешь? Ну а что мне делать? Бороться, Ириш. Бороться. Как? Тарасик, пойди, поиграй с Масиком, давай. Знаешь как? А ты сделай ДНК-экспертизу. Как вариант. И плюнуть на себя, да? Ну к тому же у меня вообще каждая копейка на счету. Ну так ты займи. Свет, знаешь что? Я лучше подам на развод. Пусть Сеня платит алименты, а не захочет, пусть сам делает ДНК-экспертизы. Вот ты упрямая. Понимаешь, я хочу посмотреть ему в глаза, когда он узнает, что Тарас его сын. Но будет уже поздно. Ирка, ну как ты не понимаешь? Вот ты рогом уперлась, а этот доброжелатель только того и добивается. Ну ты этого хочешь, а? Я понимала, что Светка права. Я была взвинчена эмоционально и не могла думать спокойно. Конечно, я не могла позволить, чтобы какая-то сволочь вот так вот запросто отобрала у меня мужа, а у сына отца. Размова с подругой подштовхнула Ирину снова прийти на работу до человека. О, Ирочка, здравствуйте. Снова вы? Как там наш Арсений Сергеевич? Дома не скучно? В смысле? Ну как в смысле? Он же дома без работы. Простите, но мы сейчас вместе не живем. А, я не знал. Его уже от практики отстранили, потому что Германия оперировать не может. Как отстранили? Ну да, мы были вместе. Я даже не знаю, как это случилось. Я немножко раньше уехал, а он остался на какую-то программу для больших начальников. Ну, видно, на пользу не пошло. О, Ирина, здравствуйте. Вы что-то хотели? Нет, спасибо. Как я не злилась на Сеню, но мне было его очень жалко. Ведь работа для него была всем. Я не представляла, как он пережил отстранение от практики. С измешанным почуттям Ирина пошла на квартиру, сподеваючись застать там Арсения. Сень, нам нужно спокойно поговорить. Нас кто-то хочет разлучить. Я не хочу тебя видеть. Но тебе придется меня выслушать. Пожалуйста. Ты им врала мне 8 лет. Я не хочу тебя ни видеть, ни слышать. Я прошу уходить. Нет, я тебе не врала. Я честно тебе не врала. Сень, это же подстава. Нас кто-то подставляет из нашего окружения. Потому что этот кто-то знает, где живет твоя мама. Да все знают, все. Нет, Сень. Знаешь, только ты и я... Светка. Сень, знаешь, Света. Это не важно, я прошу тебя. Сенечка, миленький, давай поговорим. Все, прощай, уходи. Ну, пожалуйста. Я тогда даже не обратила внимания на хамское поведение Сени. Я думала, какой скандал устрою Светке. Меня ж тогда словно током пронзило. Светка ищет мужа столько лет. Наверняка завидует нашему Сене счастью. Запросто могла попробовать увезти его. Решучая налаштована женка сподевалася вывести Светлану на чистую воду. Только не надо сейчас хорошо строить свои невинные глазки. Никто, кроме тебя, не знал, где живет моя свекровь. Это ты написала эту писульку, да? Хорошо. Ты что, больная? Я больная? Да ты на себя посмотри. Сколько тебе лет, а у тебя ни мужа, ни семьи. Что, решила моего Сенечку отбить, да? Счастье свое устроить? Боже мой, я же тебе верила. Верила. Да что, ты мне все время тыкаешь носом. Да, нет у меня семьи. И меня это совсем не веселит. Но отбивать Сеню, Ирка, ты в своем уме, а? Ну а кто, кроме тебя? Кто? Дед Пихто. Тоже мне великая тайна. Адрес бабушки. По телефону элементарно узнается. Ты что, ты как ты могла подумать, что я действительно буду химичить с этими снимками УЗИ, писать анемимки, Ирка? Ну что ты? Прости меня, Света. Просто мне сейчас так плохо. Ладно. Эклеров купишь, прощение будешь вымаливать у меня. Я не знала, что на меня тогда нашло. Да если бы Света захотела себе завести семью, она давно бы это сделала. Просто она ждала принца. Мне было стыдно. Но тогда я еще не все знала. Скрутное становище, в якому опинилась Ирина, змушивала ее наполегливо шукати работу. Вы могли бы меня проверить просто в деле. Я хороший специалист. Но я вас очень прошу, девушка. Просто собеседование. Алло. Я ходила по заколдованному кругу. Никто не хотел брать меня на работу. Деньги кончились, и я была на краю пропасти. У Ирины не было выхода. Залишалось только попросить Светлану про допомогу. Но дома у подруги сталося лихо. Так, все. Хватит с меня. Пожили? И хватит. Ищите квартиру. Светочка, ну он же не специально. Ну прости. Тарас выйдет. Да мне поливать, что не специально. Думаешь, мне от этого легче? Он Масика выпустил. Это моя любимая собака. Это все, что у меня было. Где мне теперь ее искать? Что мне теперь делать? Конечно, я понимаю. Ну прости, пожалуйста. Ну, Светочка. Извините. Да он же мне как член семьи был. Да зачем я вообще с тобой связалась? Свет, я знаю, что это сейчас не вовремя. Ну ты меня извини, но нам очень нужны деньги. Одолжи немного, пожалуйста. Деньги? Какие деньги? Ты что, спятила, что ли? Свет, я все понимаю, но... Хватит. Хватит меня с твоих ног. О, Свет, ну не выгоняй нас так сразу. Хоча между подругами и пробегла черная кишка, но Ирина и далее зверталась до Светланы с своими проблемами. Ну, садись. Хотела попросить тебя резюме распечатать. А зачем тебе? Ну, я сейчас устраиваюсь на новую работу, а там нужно документы в твердой копии иметь. Ясно. Флешку давай. Светуль, ну прости нас. Ну, с Тарасиком сейчас непонятно, что происходит. Он сам не свой. Он не знает, как так получилось. Ладно, проехали. Сколько резиденеров? Один. Лови. Что там? Полоски по правому краю. Ну, ничего, картридж сел. И так покатит. Угу. На анонимке было то же самое. Ты опять за свое? Так это все-таки ты, да? Ну да, конечно. Ты же фотошоп отлично знаешь. Снимок могла легко поделать, не так ли? А я, дура, еще извинения прошу. Да ты полная дура. Тебе лечиться надо. Мир. Да стерва ты, Света, поняла? Со мной ты стерва. Вышла отсюда. Я тогда поняла, что сильно ошибалась в Светке. Ну, кто знал, что она такая змея? Тогда нам с Тарасом идти было просто некуда. Не дай бог кому-то было оказаться на моем месте. Полная безысходность и пустота. Утім, жінка згадала, что Влад ей залишав свою адресу. Разом із сином Ірина пішла до него додому. Влад, ты прости, что мы как снег на голову. Просто обратиться больше некуда. Ты когда-то предлагал мне свою помощь. И сейчас она нам очень сильно нужна. Нам негде жить. Влад. Тарас, очень приятно. Ну, заходите, чего вы стоите? Давайте раздевайтесь, пельмени варить будем. Хоча Влада ставився до Ирины доброзичливо, проте жінці не давала спокою неоднозначні ситуации, в якій вона опинилась. Ждать надо. Ну, между нами ничего быть не може. Влад очень хороший человек. Но то, что было между нами, давно в прошлом. Хотя, если говорить откровенно, я смотрела на него и думала, что он был бы прекрасным мужем и отцом. Но я отгоняла от себя такие мысли. У Тараса есть отец. Ирина не втрачала надії, что человек ей нарешті повірить. Адже, як тепер здавалося жінці, вона мала неспростовні докази своєї невинуватості. Ну, и то же. Почему ты такой упрямый, просто как горохом об стенку? Я же тебе объясняю, что это все сделала Света. Это она все подстроила и отправила письмо твоей маме. Ты могла бы мне все рассказать, что Тарас не мой сын, понимаешь? Было бы все по-другому. Да это глупости. Да не глупости, я любил тебя, а ты мне это все время врала. Я не врала тебе. Ты вообще уши имеешь? Ты меня слышишь хоть немножко? Вот, вот, смотри. Это мое резюме. А это анонимка. Они распечатаны на одном принтере. Этот принтер Светкин. Ты понимаешь, Тарас твой сын, твой! Ира, у Светы принтер струйный, а это распечатано на лазерном. Как? Да вот так, и с него кузи я видел. Он настоящий. Понятно? Боже мой. Значит так, я подаю на развод. Что? Алименты буду платить я на Тараса, так как он записан на меня, он мой сын. Вот. А, значит, ты его отец. Да. Знаешь, что я тебе скажу? Да ты дурак, а не отец! Понял, кто ты? Давай сделаем ДНК-анализ, и тогда ты поймешь, кто отец Тараса. Ира, не унижайся. Не унижайся? Кто еще из нас унижается, интересно? Кто из нас унижается? Вот тебе ключи от твоей машины, подавись ими, понял? Ну скажите мне, откуда берутся такие упрямые люди? Ведь тест ДНК все поставил бы на свои места. Полоски на распечатках и познания в фотошопе уже не доказательства, что подруга змея? Нет, Святой, ну извини меня, но я тебя прошу. Ну у меня сейчас такая жизненная ситуация. Я погорячилась. Нервы не к черну. Погорячилась ты? А мне? Вот Масика профугали? Стервы обозвали. Нужно было еще палками побить. Нет, Свет, ну если ты не простишь, я пойму. Да ладно тебе. Ты у нас всегда была оторви и выброси. Вечно в голове одни брызги и никаких мыслей. Светик, спасибо тебе. Если честно, я уже думала, что ты никогда не перестанешь на меня дуться. Да как на тебя можно долго дуться? У тебя же, ты же мертвого говоришь. Свет, ну раз такое дело, у меня к тебе есть просьба. Что-то мне подсказывает и по поводу денег. Ты знаешь, я тебе в этом не могу помочь. Ты просто не представляешь, сколько мне стоило вернуть Масика. И вот еще одно. Я с Тарасом вас больше не смогу пустить к себе. Понимаю. Вот что меня беспокоит. А ты в курсе, что этот снимок Узини фальшивка? Да ладно, это самая настоящая фальшивка. Нет, Ирочка, понимаешь, там такой шрифт, который подделать в фотошопе практически невозможно. Это я тебе как специалист говорю. Ну что, признавайся, было? Свет, ты что, с ума сошла? Не, ну это уже не смешно, честно. Я была рада, что снова помирилась со Светой. Но проблема оставалась. Деньги. Мне позарез нужно было сделать этот чертов ДНК-тест. Еще меня волновал этот снимок. Но если он не фальшивка, то как он вообще мог появиться на свет? Я боялась, что начала сходить с ума. Юрина опинилась в той ситуации, коли все засобы были хорошие. Вона вырешила попросить усвыкрухи трехи хрошей. И это все из-за тебя. Но если это все из-за меня. То одолжите мне, пожалуйста, денег на ДНК-анализ. Я вам все верну. Ну нельзя, чтобы из-за какой-то швали распадалась семья. Нельзя. А если это напрасно трата денег? Я верну вам все. Я верну сразу после того, как докажу, что Тарас сын Арсения. Ну просто если весь мир настроен против меня, дайте хотя бы вы мне шанс оправдаться. Ну хорошо. Кто знает, а может ты аборт до того сделала? И Тарас мой внучек. Я не делала аборт. Спасибо, Вера Федоровна. Мне пора. А ты на чем приехала? Я приехала с Владом. Я приехала с Владом. Просто так он мне помогает. Ах ты! И не стыдно врать-то? Честно говоря, в глубине души я очень надеялась, что Вера Федоровна все-таки найдет в себе силы и разум пойти мне навстречу. Ведь она очень сильно любила Тараса. Никуда от этого не деться. Разговора у нас не получилось. Но хоть деньги были у меня на руках. Ирина с Тарасом пошли до лаборатории, где на гроши свекрухи пройшли ДНК-экспертизу. Но результаты анализов мали пройти лишь за несколько дней. Потерпи еще немножечко. Хорошо? Я тогда немного вздохнула с облегчением. Но нужно было еще ждать результатов. А за это время очень многое могло случиться. Больше всего я переживала, что Сеня может потерять работу. Ведь после этого он не скоро сможет оправиться. Чтобы как-то подтримать человека, Ирина хотела вмовити директора лекарни не звільняти его с работы. Но новая несподіванка не змусила на себя долго ждать. Здравствуйте, Валя. Здравствуйте. Скажите, а можно сегодня попасть к директору по личному вопросу? Да, конечно, нам нужно подождать. Хорошо. Черт, ну когда уже этот принтер отремонтируют? Картридж совсем не печатают. Ну как можно читать эти квитанции? Да. Валь, а скажите, у вас лазерный принтер? Лазерный, только как из прошлого века. Так, Валентина, это письмо от Рати, пожалуйста, сегодня. Я навстречу в город. Ну и, скорее всего, сегодня меня уже не будет. Хорошо, Валерий Андреевич. Ой, извините, это был директор. Теперь, наверное, завтра. А, ничего. В тот момент у меня не оставалось никаких сомнений. Анонимка была распечатана на принтере этой девушки. Но я никак не могла понять, как Влад смог там распечатать письмо. У души Ирины вирували эмоции. У ней знову з'явилися підозри стосовно Влада. Тоді жінка домовилася зустрітися с подругою, чтобы все обговорити. Послушай, ну зачем Владу такой напряг? Ирина передо мной будет выслуживаться. Секретарку медицинского закладу Валентина. Здравствуйте. Нужно всего лишь отследить одно письмо. Это для меня крайне важно. Яку важливую информацию поведет секретарка? Не помню. Валюш, ну мне очень нужно знать, куда он отправил. Может, есть возможность как-то вспомнить. Ладно. Вообще-то я регистрирую все исходящие письма, чтобы потом ко мне претензий не было. Прекрасно. Это Растенец. Скитович В.Ф. Что? Фамилия такая же, как у Арсения Сергеевича. Скитович? Валюш, вы мне очень сильно помогли. Спасибо вам большое. Это было какое-то безумие. Оказалось, что это письмо отправил коллега Сеня Леонид. Но я не могла прижать его к стенке, так как пообещала этой девушке не выдавать ее. Еще мне было очень стыдно, что я так плохо подумала о Владе. Новые факты смусили Ирину отмолвать от своих подозр стосовно Влада. Молодой женщине снова конча, нужна была его дружная поддержка и порада. Честно, я думаю, что эта интрига не похожа на мужской почерк. В смысле? Сработана по-женски, рассчитана на эмоции, на то, что свекровь накрутит своего сына. И все без доказательств, без фактов, без ничего, понимаешь? Без цифр. И оно сработало. А мужчина, наверное, такое просто неспособен. Но все равно мне кажется, что это Леня. Понимаешь, Леня всегда подсиживал Сеню, всегда. А Леня откуда мог знать о наших с тобой отношениях восьмилетней давности? Точно. Значит, все-таки есть еще и женщина. По-любому. Слушай, а ты его еще любишь, несмотря на то, что он тебя выгнал с ребенком на улицу? Может, это к лучшему? Дядя Влад, там компьютер завис. Да, иду. Дело становилось все запутанней и запутанней. Я не знала, с какого конца взяться, чтобы размотать этот клубок. А Влад все настойчивее намекал, что он по-прежнему меня любит. Теперь перед Ириной стояло непростое завдание. Как узнать, какая самая женщина уплутана в эту брудную историю? Да, Ирка. Ну дела. В старости будешь внукам рассказывать. Не поверят. Да дожить бы еще до этой старости. Ой, я не представляю, где и как искать эту козу. Ну все так запутано. Слушай, Идея, а что если зайти на сайт конференции? Там-то должно что-то быть. И что? Может быть, какой-то список участников. А ты не помнишь город? Мюнхен. Так. Мюнхен. Нашла? Да, сейчас я файл скачаю и посмотрим. Иди ко мне. Хм, одни немцы. Да, и где? В Германии. Ой, подожди, подожди. Угу. Вот, смотри, славянка. Врач-гинеколог из Киева Екатерина Смирнова. Угу. Угу. Ничего не говорит тебе? Ну это мне ничего не говорит вообще. Угу. Значит, получается, что пустышка. Хотя, чует мое сердце, там-то все и завязалось. Тебе нужно пойти и узнать, как можно поделать снимок УЗИ. Я пойду на ресепшн-кваля. Она мне почти как подружка. А я? Ну ты вообще лучше всех. У меня уже голова шла кругом. Столько зацепок и ни одной стоящей. Я с ужасом понимала, что все, кто угодно, мог стоять за этим. Ирина снова пришла до секретарки Валентины. Хотя женька и не сподівалася, что девчина с мужем хоть чимось ей допомогти, но вы решила идти до конца. Что я могу сказать? Сделано на немецкой апаратуре УЗИ диагностики экспертного уровня с цветовой деплерометрией. А где такие есть? Ну у нас нет. В Киеве в паре клиник очень дорогая апаратура. Ага, в Киеве. В Киеве? Ой, а как может быть 2003 год? А что? Ну эту апаратуру выпустили в прошлом году. Поэтому здесь какая-то ошибка. Валюш, вы уверены? На сто процентов мне шеф поручал делать сравнительный анализ, поэтому я в этом очень понимаю. А скажите, пожалуйста, подделать снимок можно? Ну, например, заменить фамилию или год рождения? Конечно, можно. Вбивается любая информация, любые данные, хоть тут Анхамона, не вопрос. Наконец-то у меня были реальные доказательства того, что снимок подделан. И подделан в Киеве. Как такое вообще могло быть? Кому это нужно? Но больше всего меня тревожило то, что Влад приехал из Киева. И, как завжди, коли Ирина мала складні запитання, вона йшла до подруги. Киев. Кто же у нас там? Ну, допустим, если Влад ни при чём. Света, ну мне кажется, что это женщина. Ну, я не представляю, что я с ней сделаю, когда узнаю, кто это. Да, шершеляфам. Слушай, а та тётка с конференции, Катерина, как её там? Она же из Киева. Ну да, и она врач-гинеколог. Светик, я начинаю бояться. Сейчас мы её найдём. Давай. Фотка есть? Смирнова сейчас. Катерина Смирнова. Есть фотка? Да. Вот. Катька! Светка, ты гений. Мы вместе учились. Слушай, а если она была на конференции, она видела Сеньку, Лёньку, а может, она... Да она могла всё, что угодно. Она ещё та змея. Увидела, какой Сенька успешный и решила мне отомстить. Сто процентов. Но я ей покажу, где раки зимуют. Мне стало всё ясно. Уж кто-кто. А Катя могла сделать всё, что угодно. У неё и раньше тормозов не было, а годы ей явно ума не прибавили. Я решила, что должна найти её и вытрясти ей всю душу. Решучо налаштована Ирина зателефонувала за контактами, указанными на сайте конференции. Та дизналась адресу киевской лекарни, где працювала Катерина. Привет, дорогая. Ничего не хочешь объяснить? Ирочка. Лёнька всё рассказала? Очень глупо отправлять анонимки через секретаршу. Вот тупица. Ну ничего этим мужикам доверить нельзя. Зачем ты это сделала? Ты понимаешь, Сеня увольняет с работы, мы разводимся. Зачем ты всё это творишь? Правда? Какая жалость. Но ведь всё так легко получилось. Сфабриковала снимочек душевный, написала письмишко. И всё? За что? Действительно, за что? Дай-ка подумаю. Может быть, за то, что ты мне всю личную жизнь испохабила? Жениха увела? Что здесь такого? Может быть, пряникам медовых вам выслать надо было? Ты бы сказала. Слушай, ну я же не мужика из многодетной семьи увела. Вот откуда в тебе столько зла? Только не надо ля-ля. Думаешь, я не видела, что ты мне просто завидовала? Тебе и Сенька был не нужен. Просто мне хотелось подлость сделать. Вот тебе всё и вернулось. Слишком высокая у нас самооценка. А ты знаешь, Бог с тобой. А я ни о чём не жалею. Поняла? Я не знаю. Может быть, я тогда и была неправа восемь лет назад. Но ведь сердцу не прикажешь. Мы просто встречались, были несемейными парами, студентами. Разве можно так мстить? Ирина уже знала, где шукать человека. Ей над усе хотелося довести Арсению, что вона была права. А главное, теперь жінка мала неспростовні доказы. А что? Вроде не уволили, вот поздали. Нам надо поговорить. Ир, не начинай. Не надо. Не начинай ты, Есеня. Читай. И пусть тебе будет стыдно. Не может быть. Ира. Ира, прости меня, пожалуйста. Это не я. Мне мать накрутила, ты понимаешь? Я люблю тебя и Тараса. Прости, пожалуйста. Я не хотел. Я не знал, что делал. Прости меня. Нужно Тараса забирать из школы.